привет ютубу привет вот очередной у нас экземплярчик вот машинка есть мятинками вот мы видим бликует там 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 есть по мелочи вот надо ее немножко привести порядочек такие вот вещи тут тут и что там еще есть не было времени особо этой машинкой заниматься теперь надо ее немножко при хорошить бегом бегом что получалось то получалось а теперь вот настали холода и нужно позаниматься и на крыше там 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 крыша не разбиралась это так бегом бегом атаку подсмыкали потыкали вот и разбежались на этом потому что еще раз повторюсь не было времени вот сейчас время появилось видимо вот линия гнется и все вот эти вот вещи теперь так сказать уже то есть на грубую было сделано вот бегом 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 а теперь надо это все постараться сделать красиво и аккуратно ну насколько позволит мне так сказать мои знания мой опыт и мои технические возможности вмятин как бы не очень много но и немало как бы но я думаю что вмятин таких порядка 200 на машинке вот и вот 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 займемся ремонтом этих вмятин вот они там 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 сейчас мы попытаемся их потихоньку начать делать вот так вот такой вот небольшой анонс такой мелочек чуть прошелся вот по капоту и что мы тут видим считать я не буду потому что больше десяти а считать я умею только до десяти ну как бы все понятно да почему потому что когда начинаешь вот так по линии снимать все становится видно ясно и понятно вот а так на машину смотришь вроде бы как все целое конечно не все этот мятин и поотмечал ну как говорится для начала для разгона потом лампу сейчас сюда можно поставить все станет видно вот открываем компот вот и потихоньку начинаем выставляться да также я и на крыше кое-где тут поотмечал вот где мне так сказать прям сильно не нравится чуть-чуть надо здесь пробежаться но как бы крыша пока что я думаю потерпит тут в принципе я хочу позабивать вот у меня я тут недавно хвалился приобрел у китайской народной республике вот такой супер 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 пупер молоток на нем даже написано супер пдр но сейчас мы посмотрим он супер или не супер сам он делает вмятины или надо еще этому учиться вот и посмотрим попробуем им поработать так сейчас чуть настроимся свет вот он минимум у нас светы вот здесь у нас шишкарь вот он ну что вам скажу хоть там и супер пдр написано я и так его прикладывал и так и так и так ни фига он сам не работает надо китайцам претензию написать зачем написали супер если супер я понимаю сейчас вот так на крышу его положил и он сам пойдет стучать и все по выравнивать ничего подобного ничего он сам не выравнивает и лампу ставил наклон и так ставил наклон и так и так и дальше и ближе и ярче делал и все зажигал нифига вмятины сами не выравниваются и молоток сам нифига не работает вот так дурят нашего брата так что а может я тут где-то выключатель не нашел но вы подскажите мне вот почему потому что вот не включается сам он не хочет работать вот а я думал куплю и он будет все делать сам так что двое из ларца одинаковых с лица не выскочили вот ну это шутки вообще конечно мне очень понравился очень приятно в руке держится вот ну хотел я его купить раньше думал в принципе это и выставал и так он молотков у меня дофига там висит всяких думаю но нафига тебе еще один потом все таки нет решил понравился он мне я когда разбивал наборчик вот такой супер пд ровский это еще летом после дождя тут у нас много появилось специалистов доморощенных которые в интернете посмотрели что продается инструмент продается набор и ну решили что если я куплю такой набор посмотрю пару видео вот а то может и пару вечеров посижу посмотрю там каналы видео и прочее и начну это все делать тем более в наборе в принципе там есть мини лифтер пробойники клей там грибочки вот такой вот молоточек там много чего он там в пределах девять десять тысяч по моему стоил неплохой набор принципе для начинающих когда там вот ну абы как в принципе на глаз сделать да ничего страшного вот кто не хочет заморачиваться и хочет попробовать свои силы поиграться в принципе и для таких вот набора и созданы вот и ничего в принципе можно им работать если захотеть вот я попробовал ну и вот когда я взял этот молоточек в руки он мне так прям приглянулся поэтому я его решил взять но сейчас посмотрим как он работает значит сам он не работает нигде тут кнопки включения нет так что придется работа самому вот так мы видим он работает сейчас немножечко уже пробойником через молоточек надо добить и в принципе будет вот 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 это еще вот надо под забить вот этот моментик ну ладно хватит играться надо работать тоже вот я ставлю вот здесь наш дефектик был до тех кому непонятно сейчас поставим вот такой вот такой экранчик и смотрим вот помарочки там есть ну как мы видим вот у нас здесь дефект вот у нас дефект есть рядом все как говорится видно здесь уже практически мелочевка осталось когда уже буду делать крышу наверняка тут надо вот чуть-чуть изнутри острая иголочка чуть ткнуть и вмятинку и все вот смотрим опять же здесь дальше видно да вот эти дефекты то есть вот так нам становится все ясно видно и понятно или вот допустим вот видно на здесь немножко перетянуто то есть вот эту шишечку надо забивать вот кто работает в линиях кто работает не в линиях там меня спрашивали я в следующем видео наверное сделаю там небольшой так сказать обзорчик вот таких вот экранов полосатых они разные вот и кому надо могут попробовать в них работать примерно так выглядит это в другой лампочки так сейчас снимем где у нас неровности такой ямочка противная вот такая противная тут ямка со складкой вот и как я не оббиваешь она не хочет вот походить все заломом я достаю она падает достаю она падает вот из той корявой вмятины вот такой результат получается по-хорошему и конечно крючочком чуть доделать и все не стоит просто тратить много времени и